Игнатий Тихонович, тут спрашивают, что именно? Если возможно, Игнатий Тихонович, мог бы дать комментарий о происходящем в Киевской Печерской лавре? Да, могу дать. Задавайте вопрос. Ну как правильно им поступать было бы? Правильно поступать так, как написано в 12.48 Евангелие от Иоанна, что Иисус будет судить нас по своему слову, а не потому, что люди придумали тысячелетие песта в лето. И то, что сейчас происходит, вот все-все абсолютно, мы должны найти ответ в Священном Писании. Все события, вот это, как называют там, военная операция, это Иеремия 48.10. Я не трогаю эту тему, я говорю эпиграфом к ней, я уже отмечал это. Проклят, кто дело Господне делает небрежное. И второе, проклят, кто меч Господень удержит от крови. Даже о мире нельзя молиться. Почему? Они развратили все православие оттуда, все секты оттуда ползли все эти годы. Тут ничего нельзя сделать. Только так, отворяя ворота, как было во времена Иеремии. Пусть зайдет Набахудоносор, но зато вы будете живы. Пойдете даже в плен, даже страна рассыпется на 1948 лет, ничего не значит это. Главное, вы будете спасены. Дитя будете выдавать замуж, садить виноградики, строить жилища. Так было сказано? Дед, а мы поднимем восстание. Мы наймем там Америку, другую, тут такие на нас пойдут, там Иерен даст атомную бомбу. Безумие полное. Надо сказать так. Заслужили мы это, Господи, да еще милость Твоя какая. И главную роль-то играют те, на кого сейчас ополчились. Лавра должна была давно сама себя закрыть и пойти проповедовать. Иисус не сказал прячьтесь, а говорит, идите по всему миру. И проповедуйте Евангелие всей твари. Это Евангелие от Марка 16, 15. Кто будет веровать, и крестится спасен будет. Вот награда какая. Они будут веровать. А как он будет веровать, когда вера от слышания? От слышания от языка. А их никто не знает. Я внимательно смотрю, что делают. И то, что их выгоняют из лавры, это от Бога. Когда наш жар этот был, там, теперь Лонгенон, я спросил, один раз перестали по ним упоминать патриарха Кирилла Гудяева. Ну, я сказал, а что он сделал-то? Ну, встретился у папы, поцеловали друг друга. Уже все развалено в православии. Что вы дурите-то? У вас есть румынные есть, а венгры? Ну, там, маленькие. А молдаване тоже. Я говорю, украинцы есть. Так вот, отправляйте по двое. По два. Это сколько у вас пойдет дел? Оставьте стариков, немощных, которые будут за вашими детьми, которых набрали там слепых, глухих, глухонемых. Вот как надо делать. Они сразу меня вычеркнули. Я им не нужен такой. А я сказал по слову Божьей, они ни одного слова не говорят. И сейчас это они должны принять Киево-Пещерская лавра, как знак Божий. Не надо ссылаться, что президент, мы голосовали за него, то другое. У него другие интересы. Он не президент, не митрополит. Он на самом деле грешник великий. Когда его интронизация была, я смотрел от начала до конца, я сказал только. Ну, интернет стоит, ролик мой. Какую беду нажила Украина, кого избрали, какого шута. У него ни опыта, ничего нет. Он, я вам Крым отдам, а потом согнулся. Ха-ха-ха, вот он физику покажу. Это может быть и готовился только стать президентом. Там зарплату дам. Вот все это пришло сейчас. Кто бы там им подсказал? Вот когда этот здесь был Романов, Нижнеуральский монастырь-то где, к нему и человека посылал. Ну его Николай, его и Сергий звали. Я ему говорил, что нужно делать. Он не послушался. Семь лет на вентиле, он может не выйти. Я говорю, ты первым делом пойди к митрополиту, не патриарху, а к митрополиту Кириллу. Упади в ноги и скажи, я на вас говорил плохо. Прости меня, святый отец или владыка. Сними с меня сан официально. Я не достоин быть. После убийства, а ты уже сколько два убийства совершил? Убийства физических. Я не достоин. Но разрешите мне остаться при монастыре. Вот программа. Я сразу сказал, пусть он приезжает, сто человек берет. Через месяц двести человек. Еще через месяц триста человек. Вот теперь посчитай, шестьсот. Это триста групп по два человека. Мы пустили в проповеди Евангелия. Я беру на себя все накормить, спать где, все приготовил. Даже послушать не стало. А идите он к Михаилу. Ну все. Вот теперь сиди там. А я каждый день за него молюсь. Господи. Да не погибет он, как отец Глеб Горбасской. Чтобы вызвали его. Он совсем ничего не понимает. Я молюсь. Молиться надо у патриарха просить прощения, которое он поносил. Притом по глупости все. Дайте мне власть. Я установлю порядок в стране за три дня. А куда? В Европейскую область. Сошлю кое-кого. Как они могут тебе это простить? Они руководят, а не ты. По крайней мере, ты хотя бы взвесил. Против одного митрополита не устоишь. У него, если сказал, все вымели, ворота выломали. И все. Вот событие, которое сейчас там есть. Кто-то бы пришел и сказал так, что Господь послал посланников от президента Владимира Зеленского. Это от Бога. Сегодня он от Бога говорит. Как президент, какой бы он ни был. Как помазанник Божий. Он говорит, идите по всему миру проповедать Евангелие. Никто ваших мертвецов не тронет. Пусть они лежат там. Мы запечатаем. Никто заходить не будет туда. Вот подпись наша. Он не пойдет на это. Мы до конца будем стоять. Да какой конец? Он сейчас пришлет 300, 400 или 500 человек и выметит вас даже. Запаху не останется. Вот что я бы сказал. Все. Продолжение следует.